На начальных этапах обучения самое сложное было попытаться не сравнивать себя, свои успехи с успехами других людей, потому что это на самом деле подрывает внутренние возможности. И просто на каком-то этапе мне нужно было понять, что я есть тот, кто я есть, и стараться использовать те возможности, те дары, развивать те дары, те способности, которыми Господь Бог наделил. Чуть-чуть позже сложности возникали, в частности, с изучением языков. Изучение языков всегда связано с тем, что ты должен в какой-то мере ломать себя, ломать привычное использование речевого аппарата, учиться произносить неприятные или неудобные звуки. И на каком-то этапе это чувство отторжения даже на уровне физическом происходит. Но помочь это, преодолеть это помогло, когда ты видишь первые плоды. Видишь первые плоды, ты понимаешь, что это полезно, ты понимаешь, что в конечном счёте обретаешь инструмент, который помогает тебе читать литературу, которую другие читать не могут, использовать как-то. И это помогало справляться. Чуть-чуть позже у меня была сложность с самоорганизацией. То есть когда я старался так погрузиться в учёбу, что это подрывало моё физическое состояние. То есть я мало спал на первых порах, по 5 часов в сутки. И где-то через месяц я начал просто терять в весе, не досыпать. И это было очень плохо для общего физического состояния. Поэтому я начал просто заниматься, делать зарядку, больше немножко спать. И в целом это сказалось на лучшей продуктивности, чем недосыпание. Продолжение следует...